Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! Сегодня мы подготовили для вас интервью журналистам Аидой Косомалиевой, которая сняла документальный фильм по ранним бракам в Кыргызстане. Аиде, здравствуйте! Мы пригласили вас для того, чтобы обсудить с вами тему, которую вы подняли в своём документальном фильме о ранних браках, но обсудить не те моменты и стандарты, которые каждый год пишутся в информагентствах, в газетах и так далее, а именно то, что увидели вы через призму самого журналиста. И первое, вот до этого фильма, после этого фильма, после того, как вы всё увидели, на самом деле, реальную ситуацию, картину, ранние браки в нашем регионе — это всё-таки последствия или всё-таки культура нашего региона? Спасибо, что пригласили. Это очень важная тема. До того, как приступить к фильму, я думала, что мне будет очень сложно найти героинь, потому что мне казалось, что эта проблема, она очень маленькая в Кыргызстане, что мы продвинулись в вопросах права женщин. И ранние браки — это то, что возможно только в отсталых, очень отсталых странах, и я не встречу такие ситуации. Но меня ужасно просто поразило, сильно поразило, потому что я даже не искала героинь. Мы приходили, приезжали в село, в каждое село, и я просто расспрашивала, начинала. И каждая третья, может быть, каждая вторая. То есть таких историй было так много. Оказывалось так, что она создала семью очень рано и путём умыкания невест. То есть она не знала своего будущего мужа. Насчёт вашего вопроса, последствия или культура, я сильно остерегалась бы говорить, что это наша ментальность, что мы так привыкли. Это на самом деле совершенно не так. Это последствия даже не каких-то традиций. Это вообще не традиции, не культура, не историческая данность. Это последствия экономических и каких-то исторических процессов, которые происходили у нас в стране после развала Советского Союза. И я связываю это именно ранние браки, это положение общества женщин в Кыргызстане, её образование, её статус, её ресурсы. Вот насчёт этого я бы хотела очень сильно остановиться. Если женщина имеет много ресурсов, когда я говорю ресурсы, это образование, это возможность учиться, возможность получить достойное образование, потом найти работу, самореализовываться, радоваться жизни, зарабатывать. Вот всё это влияет на статус женщины. И как только этого нет, без ресурсов, то женщина оказывается вот в таком положении. Когда её родители побыстрее хотят выдать замуж, потому что она обуза экономически. Это вот тоже очень немаловажный фактор в сёлах, в регионах. Когда в семье бедность, и её хотят быстро договориться и выдать замуж. И не считаются с её мнением. Когда она в таком положении попадает в новую семью, с ней тоже никто не считается. Воспринимает её как вещь, которая должна убираться, стирать, доить корову, работать, работать, приносить вот такую прибыль, чистить, убираться, рожать детей. Меня просто глубоко поразило, насколько к женщине относится, как будто бы она вещь. Что её можно использовать, а потом выкинуть. Вот у меня вопрос по поводу отношений. Вы затронули отношения самой семьи, то есть родители непосредственно девушек. Как вы думаете, вот они родили, у них было счастье, у них дочь или дочери, они воспитали, вложились в любовь. А почему в итоге такое отношение, когда даже их умыкают, когда они даже знают, что это против воли, они радостью отдают. Это раз. И второе, когда видят несправедливое отношение к своим детям, у них такое так и должно быть. Мы не будем вмешиваться, никогда не заступать за своего собственного ребёнка. И второе, это отношение самого мужа. По фильму было видно о том, что вот эти женщины, хрупкие, маленькие, даже не женщины, это девочки, которым нет 20 лет, какими сильными они становятся. То есть на руках, с детьми остаются. И столько силы и веры в себя находят. А вот очень размыта роль мужа, роль отца. Что вы увидели, какие грани вы увидели? Да, Мирима, очень хороший вопрос. Вообще я бы хотела назвать свой фильм «Молчание мужчин». Во время процесса съёмки я искала мужчин, я хотела послушать их. И может быть, в следующей серии будет как раз-таки мужская позиция. Мы же привыкли в разрезе смотреть, да, вот мужчина, он её бьёт, он плохо относится к женщине. Может быть, это часть прав, что он прям вот желает жениться рано. И нужно спросить у мужчин, но, к сожалению, они не открываются и не раскрываются. Они не рассказывают свои истории, да, что на самом деле творится у них в душе. И может быть, они недовольны тоже своей жизнью, да. Всё это вот происходит от несчастья, от глубокого несчастья. Второй вопрос, почему всеми так относятся. Это вот поразительно действительно. Почему вот твою дочку бьют, она может стучаться в твои двери, её могут убивать, но она не смеет прийти обратно после замужества домой. Это поразительно, потому что настолько у нас глубоко сидит вот эта фраза «эли мне дэйт». Я не знаю, это вот чудовище какое-то разрослось, которое гниёт в Кыргызстане. Вот что скажут люди, что скажут в сёлах. И даже после фильма, оказывается, к ней приходят, вот к моим героиням, их узнают, несмотря на то, что я закрыла их лицо, и говорят, почему ты снялась. И такое давление со стороны родственников. Родственников, которые никогда не помогут ни деньгами, ни образованием, ничем, но при этом будут давить, ты должна жить, ты опозорила нас, почему ты снялась. Вот такие обвинения. Потом меня очень сильно волнует вот такая тема. Например, мы делаем такие фильмы, и впервые я не хотела делать большой пиар в соцсетях и на телевидении. На телевидении ещё, возможно, посмотрят. Но я вот этот фильм хочу, когда в сентябре начнётся школа, пойти по многим школам в сёлах и просто показывать и обсуждать. Мне очень понравился фильм «Есть театр форум». Это очень сильно действует, потому что человек начинает размышлять. А как? А почему? Если он даже на первых порах говорит очевидные вещи, которые он не собирается исполнять в жизни, он всё равно задумывается, и вот какая-то работа, процесс начинается. Вот с этой стороны я бы хотела подойти, потому что мы делаем эти фильмы документальные. Их смотрят сотрудники международных организаций, городская молодёжь, которая и так, и так, она не подвержена этим проблемам. Она не видит, и она порицает это всё, нарушение прав женщин. Например, в сёлах, оказывается, увидели этот фильм и сказали, да она сама виновата. Вот смотрите, про свою свекровь вот это говорит. Она вообще оказывается такая наглая, как она посмела в фильме сниматься. То есть всё повесили обратно на женщину, что она виновата во всём. Её бьют, её убивают, её насилуют. Но она в итоге оказывается одна, единственная среди всех виновата во всём этом. Да, я бы хотела ещё спросить о солидарности. Вот в этом фильме многие девушки, да, уже бывшие Еленки, говорили об отношении несправедливом свекрови, да? Свекровь — женщина, которая через свою голову перенесла всё это, которая также пришла в этот дом, которая также была тяжело, обидна, женщина, которая всю жизнь в себе копила эти все обиды. Почему, несмотря на то, что она видела и всё она пронесла через своё сердце, она с такой злобой или с такой обидой относится также к своей Еленке? Почему нету такой солидарности? Вот я через это прошла, и не хочу, чтобы ты, такая же женщина, через себя всё это пропускала. Нету такой жалости, есть какая-то, наоборот, ещё разъярённая обида и позлобленность, да? Не знаю, вот насчёт свекрови я совершенно не хотела этот разрез брать, потому что это такая субъективная вещь. Кто-то может сказать, что свекровь плохая, может быть, она объективно хорошая. Но в целом вот эта линия, она сама прочертилась в фильме, без моего ведома, потому что все начали говорить вот свекровь, 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 свекровь. И я поняла, что это на самом деле не взаимоотношения, а вот какая-то тенденция, целая социальная тенденция и семейный уклад какой-то. Как вам сказать? Кто-то хорошую фразу сказал, что это не проблема. Права женщин у нас нарушаются не из-за того, что у нас мужчины плохие, что мужчины их бьют, а это проблема матерей, которые вырастили таких сыновей. Вот это я тоже увидела, потому что они так воспитывают. Там есть ключевая фраза. Если бензин и гетерин, ты сейчас уйдёшь из семьи, а я своему сыну могу в любой момент его женить на любой молоденькой. Их тысячи на улице. И вот это тоже обнажает огромную проблему отношения к женщине, что мужчина может быть любым, и в любом случае он найдёт всегда молоденькую, которая готова выйти за него замуж. Это вот такая очень глубокая социальная проблема, с которой мы должны разбираться. Насчёт озлобленности. На самом деле практика показывает, что если тебя били, ты потом будешь с большей вероятностью бить других. То есть добро порождает добро, а зло, наоборот, озлобленность. И только сильные духом, наверное, могут переварить это в добро. То зло, которое им причинили. После того, как я смотрела фильм, у меня был вопрос. Женщины, матери воспитывают таким образом своих детей. Что воспитание и посыл ребёнку идёт таким образом, что сама же женщина в отношении других женщин допускает такие вещи, что если сын разведётся, что развод — это хорошо. Потому что, как вы сказали, найдётся ещё тысячу. Что бросать своего ребёнка, что все проблемы решаемы. И вот здесь позиция самих мужчин. Вы затронули очень большую проблему насчёт детей, насчёт безответственности. Это меня тоже просто до глубины души поразило, удивило. И удивило с плохой стороны. Потому что та женщина, которая выгоняет с ребёнком, со своим внуком, свою гелинку, невестку, то есть она абсолютно ничего не чувствует к этому ребёнку. Это просто поразительная вещь. Хотя у кургызов кровь, наследник — это такая сильная вещь. Но таким образом происходит, что ненужные дети, поколение ненужных детей, потому что они их выгоняют, и им эти дети не нужны. Потому что есть такое, а ещё нарожает, ещё предупреждает.